напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так в каком советском кинофильме звучит песня лесной олень эта песня звучит в кинофильме ох уж это настя режиссера юрия победоносцева в фильме песню исполнила аида ведущего впоследствии песня стала одной из самых популярных советских детских песен что это за предмет из советской эпохи а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это алюминиевая механическая пароварка производства ссср выполненная из складных лепестков вставляется в кастрюлю и предназначена для приготовления пищи на пару при кипении воды в кастрюле благодаря своему складному механизму удобно для любого размера кастрюль фигурка какого животного украшала капот советского автомобиля волга газ-21 фигурка оленя на капоте автомобиля волга газ-21 устанавливалась только на машинах до 1962 года выпуска волги поздней сборки третьей серии такого олени не имели фигурку олени часто просто воровали как для коллекции и так и для продажи но также олень иногда становился просто жертвой мальчишеского вандализма поскольку он не очень легко снимался кто из вождей ссср переименовал комиссариаты в министерство после революции министерство как атрибут царизма были переименованы в народные комиссариаты а 15 марта 1946 года указом сталина комиссариаты вновь стали министерствами официальной причиной такого преобразования было введение общей принятых в международной практике наименований государственных органов управления каким женским именем были названы самые известные в ссср тени для век самые знаменитые советские тени елена выпускались московской фабрикой рассвет это был миниатюрный наборчик в который входили тени двух оттенков и кисточка наибольшей популярностью среди советских женщин пользовались голубые тени на втором месте зеленые и фиолетовые как называлось приложение к детскому журналу юный техник вскоре после выхода журнала юный техник в 1956 году редакция начала выпускать тематические брошюры под названием для умелых рук в них приводились описание и схемы создания разных полезных самоделок бумажных моделей также приводились советы по обустройству дома и дачи сколько стоил радиоприемник соната с 1965 года на ленинградском заводе радиоприбор начался выпуск транзисторных радиоприемников соната от других аналогичных устройств они отличались более широким диапазоном хорошим качеством звучания и современным дизайном такой приемник стоил 73 рубля 34 копейки с какого города началась история тимуровского движения первые тимуровские отряды создавались в городе клин московской области в городе где аркадий петрович гайдар и написал свою повесть тимур и его команда первый отряд был создан в 1940 году практически сразу после выхода легендарной книги следуя примеру героев произведения тимуровцы помогали старикам детским домам и школам движение стремительно распространялась по стране команды тимуровцев соперничали друг с другом отыскивая сферы приложения своих сил почти каждый советский ребенок был одет в цигейковую шубу а из какого животного шили такие шубы с давних времен для пошива детской и взрослой теплой одежды использовался мех цигейковых и мериносовых овец отсюда и пошло понятие цигейки или в простонародье цигейка на сегодняшний день животноводы постсоветских стран не занимаются разведением овец цигейковых пород так что по факту цигейковые шубы больше не производятся во что планировали сыграть советские граждане если решили забить козла в ссср любили играть в домино и поэтому практически в каждом дворе стояли доминошные столы в основном предпочитали козла это классическая игра в домино поэтому когда звали играть в домино говорили пойдем забьем козла сколько советские граждане платили за один киловатт электричества в 60-х 80-х годах тарифы на оплату коммунальных услуг в ссср не менялись десятилетиями и были очень доступными обходились в среднем в 10 процентов от заработной платы например киловатт электричества стоил 4 копейки какой по счету съезд кпсс стал последним в истории советского союза последний 28 по счету съезд кпсс проходил со 2 по 13 июля 1990 года хотя работа съезда активно освещалась сми широкие слои общества проявили к нему безразличие более того высокий партийный форум был омрачен очередной волной протеста против политики горбачева каждый советский ребенок хоть раз играл в пионербол а в чем его отличие от волейбола пионербол это упрощенная форма волейбола расстановка на поле такая же но главное отличие пионербола значительно облегчающий игру ребят мяч можно ловить на какой период в ссср пришелся пик популярности на туфли мыльницы пляжные туфли а на советском сленге мыльницы это босоножки изготовлены из литого пластика ярких цветов очень модные в конце 1980-х годов на отечественном рынке мыльницы стали культовой вещью о которой мечтали которую нужно было доставать всеми возможными способами знаете ли вы что это за вещь с 30-х по 50-е годы в набор пионерской символики помимо галстука и значка входил еще и зажим для галстука серп и молот три языка пламени символизирующий третий интернационал пять поленье в пять континентов горящий в огне революции как назывался первый советский кассетный магнитофон первый кассетный магнитофон в ссср начали выпускать в 1969 году на харьковском радиозаводе протон устройство получила название десна и стоило около 220 рублей с какой сферой общественной жизни был связан термин система симашка с июля 1918 года николай симашка занял пост первого наркома здравоохранения российской социалистической республики он разработал систему здравоохранения которая базировалась на четырех основных принципах всеобщая бесплатная медицинская помощь национализация всех медицинских учреждений профилактика и социальная гигиена создание участковой иерархической системы медобслуживания кто из советских композиторов написал знаменитый футбольный марш футбольный марш это марш написанный советским композитором матвеем блантером в 1938 году традиционно звучал на футбольных матчах в ссср ныне звучит на матчах первого второго и третьего дивизионов чемпионата россии какой товар советская промышленность выпускала под названием союз аполлон а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео сигареты союз аполлон начали выпускать в 1975 году в честь совместного советско-американского космического полета производство сигарет также было совместным фабрикой ява и филипп морис они отличались отличным качеством но в таком качестве марка просуществовала всего несколько месяцев а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего она используется а а а Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.